Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве, где обсудили обстановку с лесными пожарами в регионе. В Сызранском районе, напомню, продолжают тушить крупный лесной пожар. Его тушат уже несколько дней. Площадь, пройденная огнем, увеличилась до 469 гектаров. В связи с происшествием объявили режим ЧС. Для тушения, по данным областного управления МЧС, задействовано 235 человек и 53 единицы техники. Вертолетом Ми-8 сброшено более 40 тонн воды. Тушение пожара осложняют сильный засуха, ветер, задымленность и труднодоступность местности. Также на заседании обсудили подготовку региона к отопительному сезону. Сегодня общая готовность муниципальных образований по всем объектам жилищно-коммунального комплекса 99,9%. Полностью готовы учреждения медицины, социальной защиты, социального обслуживания населения, образования и культуры. Глава региона напомнил, что решение о старте отопительного сезона принимают муниципалитеты, исходя из температурного режима. Некоторые города и районы уже начали постепенно подавать тепло в социальные объекты и многоквартирные дома. В жилые дома Самары тепло начнет поступать 1 октября. В России 1 октября начнется осенний призыв на срочную службу в армию, который продлится до 31 декабря. В соответствии с законодательством призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. С декабря этого года планируют увеличить штатную численность вооруженных сил до 2 389 130 единиц, из которых полтора миллиона составят военнослужащие. В этом году осенний призыв пройдет по старым правилам. Повестки будут приходить традиционным образом, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Он пояснил, что пока реестр воинского учета работает в тестовом режиме, а полноценно должен заработать к 1 января 2025 года. Напомню, в апреле прошлого года президент подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Этот документ вводит электронные повестки и ограничения для уклонистов. Поговорили о перспективах роста и развития во время телемоста, который прошел в Общественной палате Самарской области. Его приурочили к дню воссоединения с новыми территориями. Подробности расскажет Полина Челюкова. Мы вместе! Историческое воссоединение. В Самаре прошел расширенный телемост, приуроченный к празднованию дня воссоединения Донецкой и Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. На связи с самарцами представители новых территорий. Поговорили о перспективах дальнейшего взаимодействия. Нужно сказать о том, что гражданское общество там формируется сейчас по определенному образцу того, что у нас в России представлено. И здесь мы им помогаем не только материально, а в большей степени мы помогаем даже методически. И то, что в Самарской области сегодня в такой значимый день вышло на телемост 4 субъекта, их представители, руководители общественных крупнейших организаций, это вопрос о том, что значит это взаимодействие, оно, видимо, взаимоинтересно. Там живут люди, которые говорят на нашем русском языке. И это самое главное, поскольку они являются носителями русской культуры. И вообще говоря, когда людей лишили этой возможности, это, я повторяю, это гуманитарная катастрофа. Самарская область активно помогает присоединенным областям. Эту работу также обсудили во время телемоста. Это истинно русские люди, это русские территории. И мы всегда рады русскоязычному населению. Которые всегда отвечали нашим чаяниям. И всегда в сердце и в голове у них был русский дух, там в Руси пахнет. Один из субъектов, которым помогает Самара – город Снежное в Донецкой области. Поговорили о возможности новых экономических связей. Для нас это огромный праздник, который навсегда останется в сердцах дончан. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы. Один из основных приоритетов – адресная поддержка российских семей с детьми. На ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка предусмотрено свыше 4 трлн рублей. Более 1,5 трлн направят на выплату мат-капитала свыше 12 млрд на субсидии по обеспечению жильем молодых семей. Еще около 37,5 млрд рублей потратят на региональные программы в области демографии. В Кабмине подчеркнули, что в расходах также учли горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капитальные ремонты и строительство новых образовательных учреждений, лекарственное обеспечение льготников, повышение уровня пенсионного обеспечения и возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам. В бюджете также предусмотрены средства на помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. На это в течение трех лет планируется направить свыше 130 млрд рублей. Более 80 млрд потратят на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Трехлетний бюджет учитывает необходимость финансирования 19 национальных проектов. На это предусмотрено более 18 трлн рублей. В Самаре состоялось заседание городской комиссии по профилактике правонарушений. Встреча прошла в администрации Самары. В заседании приняли участие специалисты профильных департаментов, а также сотрудники силовых структур. Обсудили статистику правонарушений в городе, а также меры, направленные на снижение количества преступлений. Одно из направлений такой работы – это миграционная политика. Специалистами районных администраций совместно с представителями многоквартирных домов были проведены 158 рейдов на территории города по выявлению мест незаконного пребывания иностранных граждан. А с представителями национальных диаспор проводят разговоры о недопустимости межнациональной вражды. Также о законных основаниях для получения работы на территории города. Для этого уже более 2100 человек в этом году получили российское гражданство. Кроме того, проводятся различные культурно-просветительские проекты антитеррористической направленности. Еще одно направление профилактики – это работа с гражданами, прошедшими через систему исполнения наказаний. В городе действует несколько центров, которые помогают им пройти социализацию в обществе, получить навыки и профессию, а также возможность легального заработка. При этом такую работу проводят с заключенными еще в колониях, чтобы освести к минимуму вероятность рецидивов. В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и коронавируса. Прививку от гриппа сделали уже более 425 тысяч жителей региона. В группе риска, по словам медиков, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Врачи отмечают, что людям старшего возраста особенно важно пройти вакцинацию, чтобы избежать осложнений после болезни. Об этом помнят и сами люди серебряного возраста. Многие приходят в медицинские кабинеты на прививку. Вакцинироваться нужно сейчас в любом возрасте, в пожилом, я думаю, что особенно нужно. Во-первых, ослабленный иммунитет, всякие побочные заболевания хронические обостряются. А каждый год новый штамп, нужно делать каждый год новую прививку. Но как же надо себя поддерживать, это и молодым, и беречь себя не только для себя, но и для окружающих людей. То есть в пожилом возрасте я могу заболеть без прививки. Прививку не могу заразить своих близких, своих друзей. Меня это, конечно, не устраивает. Поэтому я за то, что прививки нужно делать. В музее Алабина открылся информационный центр, где можно ознакомиться с туристическими направлениями Самарской области. 4 ноября в музее заработает выставка «Самара» – экспозиция, которая представляла 63-й регион на выставке «Форуме России» на ВДНХ. Что можно будет увидеть, расскажем в следующем сюжете. В музее Алабина идет подготовка к открытию выставки «Самара». Эта экспозиция – продолжение выставки, которая представляла 63-й регион в Москве на «Форуме России» на ВДНХ. Решение о проведении выставки «Самара» было принято губернатором Вячеславом Федорищевым, чтобы как можно больше людей смогли ознакомиться с достопримечательностями родного края. Экспозицию дополнят площадки муниципалитетов. И мы очень надеемся, что благодаря вот таким вот территориальным и отраслевым неделям люди, которые еще не были в том или ином уголке нашей Самарской области, благодаря выставке «Самара», но она обо всей Самарской области, захотят в том числе поехать в тот район, в тот городской округ, в котором они никогда не были. Выставка откроется 4 ноября, а пока в музее заработал информационный центр, где можно ознакомиться с туристическими направлениями региона. Мы прорабатываем сейчас такую возможность, а посетители смогут ознакомиться не только с выставочным проектом «Самара», но и посмотреть те проекты, которые сейчас уже реализуются в музее Алабиной, которые запланированы к открытию в ближайшем будущем. На площадке музея будут проходить также лекции и мастер-классы. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В Самаре состоялся региональный финал Олимпиады с участием победителей районных и городских этапов 37 муниципалитетов Самарской области. Олимпиаду посвятили 200-летию со дня рождения Петра Алабина. Все подробности далее. 200 участников, ученики 8-х и 10-х классов, собрались в 132-й школе Самары, чтобы пройти региональный этап Олимпиады, посвященный 200-летию со дня рождения Петра Алабина, выдающегося российского государственного и общественного деятеля, почетного гражданина Самары. Ранее Олимпиада прошла в 37 муниципалитетах региона. На финал съехались победители. Олимпиада проходит в рамках культурно-просветительского фестиваля «Алабинфест». Он реализуется региональным отделением Российского военно-исторического общества в Самарской области при поддержке регионального правительства. Все посвящено 200-летию Петра Владимировича Алабина со дня рождения Петра Владимировича, его деяниям, его судьбе и, конечно, результатам его деятельности, жизни и для Самары, и для других регионов России, а это именно и Киров, Кировская область, где он также является почетным гражданином, и Севастополь, где он является инициатором музея Черноморского флота, где он также принимал участие за оборону Севастополя, потому что Владимирович является участником четырех войн. Ну и, конечно, сегодня будут представители Республики Болгария, где в Софии он был первым губернатором освобожденной Болгарией после русско-турецкой войны. Участники Олимпиады ответили на 32 вопроса, которые разделены на два блока. Важно было не только ответить правильно, но и сделать это быстро. Ребята приехали подготовленные, поэтому рассказывают, что большинство вопросов затруднений не вызвало. Был сложный вопрос по поводу, где захоронено тело Алабина и его жены Варвары, но я изучала этот вопрос и надеюсь, что я написала правильно. Мы живем в городе Самара и у нас очень много людей, которые очень важны для Самарской области и изучать их очень интересно. Поэтому Олимпиады очень важны. Победители фестиваля получат возможность принимать участие в масштабных проектах и станут зрителями на центральной трибуне Парада памяти, который проходит ежегодно 7 ноября. В сердце молодость поет. С таким названием в Доме культуры Победа состоялся праздничный концерт для жителей Самары. Наша съемочная группа побывала и расскажет подробности. Жительница Самары Людмила Филатова занимается танцами со школьной скамьи. Сейчас выступает в коллективе «Ретро-стиль» вместе с коллегами из Дворца ветеранов. Говорит, что выступает регулярно и каждый их номер уникальный. Так, на открытии праздничной программы «В сердце молодость поет» они подготовили танцевальный номер под названием «Супер бабушки». Он как бы и возрастной, в то же время бабушки не позволяют относиться к себе как к возрастной публике. Мы стараемся подать себя живо и весело. Праздничный концерт «В сердце молодость поет» приурочен к двум важным событиям. Открытию 24-го творческого сезона Самарского дворца ветеранов и Международному дню пожилых людей. В рамках программы зрители смогли увидеть театральные, музыкальные, хореографические номера различных коллективов. Любые фестивали, любые концерты – это всегда полезно для общества, для людей, а особенно для наших ветеранов. Он вообще объединяет людей, считаю, поколение. От детского хора до хора ветеранов – они все вместе. Ветераны передают свою как-то жизненный опыт. По Дворце ветеранов и его филиалах функционируют 32 художественных коллектива. Каждый год они радуют жителей и гостей города своими номерами. Артисты также активно гастролируют по другим городам и странам. Цель любой нашей встречи одна – быть вместе, видеть приятные лица, приятные поводы, приятные события объединяются. И, конечно, главный посыл такой – мы приглашаем всех присоединиться к деятельности Самарского дворца ветеранов, влиться в наши творческие коллективы, стать участниками наших концертов, фестивалей, выставок, мастер-классов, других форм и форматов. То есть мы работаем для пожилых жителей нашего города. На сцене также прошло награждение сотрудников Дворца ветеранов, которые внесли вклад в развитие города и региона. Августина Охременко, Игорь Казановский и события. Патриотические песни, громкие аплодисменты и атмосфера единства в Самаре завершился первый Всероссийский фестиваль творчества участников СВО «Ленточка». Для зрителей выступили коллективы военнослужащих, ветераны боевых действий и представители волонтерских движений из 10 регионов России. Также работала выставка фронтовых фотографий, военного оружия и полевая кухня. Приближаем победу вместе. В Самаре завершился первый Всероссийский фестиваль творчества участников СВО «Ленточка». На одной сцене выступили исполнители и коллективы военнослужащих, ветераны боевых действий и представители волонтерских движений. Все они приехали из 10 регионов России. Через свое творчество, через свои песни, через свои стихи ребята показывают ту ситуацию, которая сегодня есть не только на фронте, это реальная борьба, которая происходит и в тылу. И мы обязательно должны их поддерживать. «Возвращайся, мой любимый, свет родной моих очей, развелась рекой холодной боль души моей». Отклик настолько искренний, настолько это нужно, настолько это важно сейчас. Конечно, очень многие, и мужчины в том числе, я вижу, что плачут во время этой песни. Вместе со мной музыка и песня лечат душу, помогают нашей душе быть лучше, стать сильнее. И мы очень надеемся, что эта песня поддержит не только наших мужчин, но и наших женщин. На участие в фестивале было подано 30 заявок, из них отобрали 19. А 8 участников специально приехали на фестиваль с передовой. Вы знаете, нужно показать, что песня, она ведет за собой. Раньше, как было у нас в царской армии, был трубач, за которым шло все войско. Вот какая-то частичка вот этой вот старины, пускай останется здесь, и, собственно, вдохновит всех наших жителей на какие-то дальнейшие действия правильные. Гости могли не только услышать песни, организаторы приготовили выставку. Можно было увидеть боевые машины, дроны, оружие, фронтовые фотографии, примерить тактическое снаряжение, поиграть в лазер-так и попробовать блюда полевой кухни. Такие фестивали поднимают наш дух, они сплачивают народ. Реально, то есть каждый вносит свою лепту. Спасибо большое организаторам, всем молодцы. Люди, которые пришли, им тоже большое спасибо. Все друг друга поддерживают, от мала до велика. Хедлайнерами фестиваля стали певица Юлия Чечерина, рэп-исполнитель «Рич» и ансамбль «Голубые береты». Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Валерий Майоров. События. Русская классика, страницы прозы. В Самарском академическом театре драма прошло завершение пятого Всероссийского театрального фестиваля. Подробности расскажет Августина Охременко. Герой нашего времени – воскресенье «Бедная Лиза». Эти и многие другие спектакли были представлены жителям и гостям города на сценах Самарских театров в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Русская классика. Страницы прозы». Постановки представили шесть театров из разных городов страны. Фестиваль носил конкурсный характер. «Фестиваль собрал спектакли именно те, которые должны быть. Поэтому афиши чрезвычайно интересны. Такого фестиваля нигде нет. Русская проза мало ставится. Фестиваль только русской прозы. Этот фестиваль, безусловно, необходим. Это праздник. Праздник театра, праздник любителей театра. У нас в городе их очень много. Неслучайно Самара считается очень театральным городом. И фестиваль, он особенный. Потому что в фестивале есть ограничения. Ограничения, связанные именно с русской классикой. И второе ограничение именно в прозе. Не пьеса, а прозаическое произведение. Но это и дает дополнительный интерес. Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы» в этом году приурочен к юбилею писателя Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому в программе были три спектакля по его произведениям. «Две метели» и «Барышня-крестьянка». Впечатление есть. Не просто. Потому что все то, что делают режиссерские постановки, что делают трубы, что привозят нам театры, по сути своей, это интерпретации великих произведений русских классиков. За пять лет в репертуаре театров был и Бунин, и Фадвизин, и Булгаков, и Карамзин, и Пушкин, и Лермонтов. И основной литмотив каждого из этих произведений, тех постановок, которые видим мы, это служение Отечеству, это милосердие, это справедливость. Завершился фестиваль спектаклем «Господа Головлёвы» по роману Михаила Евграфовича «Салтыкова-Щедрина» постановка Нижегородского академического театра драмы. Я считаю, что это замечательная возможность для жителей Самары увидеть спектакли из других городов, так как не у всех есть возможность и время поехать и посмотреть репертуар других театров. Это был очень удачный поход, и я прям насладилась этими спектаклями. По итогам Всероссийского фестиваля были объявлены победители в восьми номинациях. Им вручили дипломы бронзовых орликинов. Августина Охременко, Николай Епифанов, События. В Самаре прошел осенний фестиваль «Готов к труду и обороне». Спортивный праздник состоялся на стадионе Парка Гагарина. Желающие смогли сдать все беговые дисциплины, блок силовых упражнений, а также проверить растяжку и точность. Многие пришли сдавать нормативы семьями и большими компаниями. Андрей Горгуленко пообщался с участниками. Илья Адонин пришел на фестиваль ГТО вместе с коллегами по работе. Решили сделать это доброй традицией, чтобы еще больше сплотить команду, а также чувствовать себя более здоровыми и уверенными. Специально готовились к этому дню, чтобы показать свой максимум в каждой дисциплине, а заодно и получить удовольствие от спортивного праздника. «Это отличный праздник для всех, с мало до велика. То есть это отличная возможность проявить себя, здорового жизни и классно провести время». Весь комплекс беговых упражнений, блок силовых дисциплин и занятия на растяжку и точность – все это можно было сдать в одном месте – на осеннем фестивале ГТО в парке Гагарина. Учитывая прекрасную погоду, желающих посоревноваться с собой в прошлом было много – от самых маленьких до почтенных пенсионеров. «У нас иногда формируются стихийные группы поддержки, которые не только подбадрят, но и веселят, где-то кричалки даже уже придумают во время выполнения норм ГТО». Это была заключительная возможность в этом году, чтобы сдать нормативы комплекса на улице. Спортсменов продолжат принимать в специальных центрах, а следующие масштабные фестивали пройдут уже в спортивных залах. «Главный судья заносит результаты с протоколов в систему, и каждый зарегистрировавшийся в системе может в личном кабинете узнать все свои результаты. И впоследствии, когда выходит приказ Министерства спорта Российской Федерации о присвоении знака, они приезжают в Самару, мы назначаем дату вручения. Как правило, вручение знаков проходит в торжественной обстановке». Свои достижения можно отслеживать в своем личном кабинете на сайте комплекса. Чтобы еще больше мотивировать пришедших сдавать комплекс ГТО на осенний фестиваль, на церемонии открытия провели награждение знаками отличия тех, кто уже летом успешно сдал все необходимые нормативы. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. В России отмечают День интернета. В 1998 году в этот день впервые провели перепись населения русскоязычной аудитории глобальной сети. Тогда насчитали 1 миллион пользователей. Сейчас в виртуальной реальности ежедневно находится 90 миллионов человек. Активно наращивает свое присутствие в интернете и телеканал «Самара ГИС». Общее число наших подписчиков превышает 99 тысяч. На видеохостингах более 36 миллионов просмотров. А сообщения в соцсетях ежемесячно охватывают более 900 тысяч пользователей. Каждый месяц наши телеграм-каналы паблик ВКонтакте занимают людирующие позиции в престижных федеральных рейтингах Нью-Медиа от Национальной ассоциации телерадиовещателей. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. 2 октября будет проведена комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен и замещением эфиротрансляции общероссийских общедоступных телеканалов. Проверка пройдет с 10.40, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки «Самары» сообщает, что прием граждан по вопросам подбора и усыновления удочерения детей ведется по предварительной записи по адресу улицы Куйбышева, 44. Часы работы – понедельник с 14 до 17, вторник с 9 до 12 и четверг с 9 до 12 и с 14 до 17 часов. На площади Куйбышева в рамках школьной спартакиады прошли городские соревнования по разным видам спорта среди детских дворовых команд. Ребята из Кировского района приняли активное участие и показали свои навыки игры в футбол, стритбол, дартс, настольный теннис. Футболисты заняли призовое третье место, баскетбольная команда Кировского района получила четвертое место и ребята, игравшие в настольный теннис, заняли пятое место. Спорт – это не только физическая активность, но и важная часть воспитания молодежи. Соревнования среди школьников становятся настоящим праздником, объединяющим учащихся учителей и родителей, пишет телеграм-канал Кировского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин